МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центр города. Над многоэтажками черные клубы дыма. В 4 утра от взрывов проснулись все жители ближайших домов. Эту запись сделал очевидец. В одном из дворов Уссурийска горит припаркованная машина. Пламя стремительно переходит на другие авто. Смотри, сейчас на белого крузака переберется. Они сейчас начнут взрываться просто. Такая же картина в находке. Двор освещает не фонари, а яркое пламя. Хорошо видно, как горит целый ряд припаркованных автомобилей. Видео снимают очевидцы. На платной автостоянке полыхнули сразу несколько машин. Среди погорельцев оказались три джипа и дорогостоящий кроссовер. Про ДОСа жалко, блин. 470-й. И снова горят автомобили в находке. Второй случай за неделю. Автомобилисты предполагают, в городе орудует группа пироманов. Теперь у нас горит. Машины в спешном порядке, все убирают. Спасти машины от огня людям не удалось. За считанные минуты они сгорели дотла. Все, что осталось на память владельцам от дорогих авто – лишь гора пепла. По каким причинам на охраняемой территории загорелись машины, сейчас устанавливают эксперты. В автомобиле только двигательный отсек остался и багажный отдел. По автомобилю лежало оборудование. Я работаю на крупную фирму. Сгорело все оборудование. До того, что все сгорело. Выгорел весь салон. А это Владивосток. Алексей подсчитывает убытки от сгоревшей машины. Поездить за рулем недавно купленной иномарки ему удалось ровно один день. На следующий она сгорела. В эту ночь во сгорание машины зафиксировала камера видеонаблюдения. Вот неизвестный берет камень, подходит к стоящей машине и разбивает стекло. После уходит. Через какое-то время возвращается снова. Несколько секунд он проводит возле машины. Дальше видно, как авто окутывает серый дым. Машина воспламеняется за считанные секунды. На место прибывают пожарные расчеты. Автомобиль был полностью объят пламени. В 3 часа 7 минут пожар был локализован, а в 3 часа 26 минут полностью ликвидирован. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причины установят специалисты испытательной пожарной лаборатории. Владельцы сгоревшего авто до сих пор гадают, зачем и кто мог испортить их имущество. Ведь на это место семейные автомобили они ставили на протяжении 9 лет. И никогда не было подобных ситуаций. Да и врагов, рассказывают супруги, не нажили. Какая-то банда по-любому по городу. Не по одному. Машина семейная, мы на ней ездим, у меня муж на ней работает. Потому что мы сейчас лишились и заработка, и в долг с этим влезли. Написал заявление в милицию, то есть до сих пор ничего не известно. Ничего только не говорят, уголовное дело не заводят. Говорят, что возможно, что она сама загорелась. Но как бы на видео видно, что она не сама. Плюс заключение МЧС есть. Сейчас пожарные дознаватели проводят исследования. Его результаты покажут, есть ли состав преступления. И если выяснят, что был поджог, тогда автоматически возбуждается уголовное дело. А пока полицейские за ходом событий наблюдают со стороны. Новый район Владивостока. Снеговая пать. Терпение местных жителей лопнуло. На днях люди самостоятельно решили разобраться с нелегальной автопарковкой. Демонтировали забор, шлагбаум и будку охранников. Платную стоянку в их дворе организовали граждане Узбекистана. При этом на земельный участок документов у них не было. Стать клиентами таких автопарковок жители Снеговой Пади принуждали. Неизвестные прокалывали колеса, царапали машины, заливали замки клеем. И причиняли другой вред автомобилям, которые стояли на придомовых территориях. Я за те парковки, которые легальные, которые оборудованы видеокамерами, которые отвечают за сохранность машины. Я за такие парковки. А за такие самопальные таджикские я против. Понятно, что при домовой парковке за поджог или за угон никто не будет нести ответственности. Как показывает практика, ответственности крайнего никогда не найдешь. Она как бы незаконная существует и платная тем более. Была бы очень умеренная цена, можно было бы как-то опаковаться. Ну, более 100-100 рублей. Пока я, может, возможно, будет подорожание. Это был не стихийный демонтаж. Жители Снеговой Пади вызвали контролировать процесс наряд полиции. В результате организаторам нелегального бизнеса придется заплатить крупный штраф. Подобных платных автопарковок во Владивостоке сотни. Цена за сутки колеблется от 100 до 150 рублей. Только официальный гарантий, что с машиной ничего не случится, бизнесмены не дают. Слушай, а место есть у тебя здесь? Нет? Надо часто видеть. Сколько стоит? 100 рублей, да? А машины не въезжают сюда? Нечего? Забор хилый, я смотрю, а? Не въезжают, не въезжают. Да? Понятно. Полный будет. А чеки дают, нет? А чеки дают, а чеки нет. А, официально, да? Ага. Уссурийск, находка, Владивосток. Лишь малая часть городов в Приморье, где на днях сгорели машины. Полыхающие авто сейчас бурно обсуждают в социальных сетях. Ночью напротив дома Постышевой 51 на стоянке сгорело 5 машин. Страшно машину где-то оставить. Что происходит в этом городе? Каждую ночь горят машины. Какой-то кошмар. Вот так. Ставь на стоянку и спи спокойно. Мнение пользователей соцсетей разделились на два лагеря. Одни считают, поджоги устраивают сами владельцы платных стоянок. Таким образом они нарабатывают клиентур. Другие же уверены, что владельцы сгоревших авто перешли кому-то дорогу. Заплатить за место на липовой автостоянке или поставить машину под домом. В любом случае нет точных гарантий, что с машиной все будет в порядке. Даже если не нанесут увечья или авто не сгорит, всегда есть риск угона. Сотрудники ГАИ ведут такую статистику. Чаще всего исчезают автомобили именно с территории дворов. А вот стоянки и гаражи редко пользуются популярностью у преступников. Наиболее угоняемые периоды времени за 9 месяцев 2015 года – это с 20.00 до 24.00. И на втором месте – это с 24.00 до 6 часов утра. Лидирует Ленинский район. На втором месте – это Первореченский район. И на третьем месте – это Советский район. За последний год только на территории Владивостока зарегистрировано 378 угонов машин. На первом месте стоит авто японского концерна – это Тойота. Пользуется спросом лэнд-крузер Прада, Приус и Марк 2. На втором месте – Хонда, Фит и Инсайт. Угоны, порча машин по сравнению с этими преступлениями поджоги – одни из самых сложных расследований, говорят специалисты. Огонь и вода уничтожают почти все улики. И раскрыть преступления становится практически невозможно. А статистика сгоревших дотла только по Владивостоку – больше 100 авто за год. Продолжение следует...